Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы обсуждаем с вами проблемы современного бизнеса. Ну так получается, что в основном проблемы, хотя, конечно, очень часто мы говорим о каких-то позитивных вещах. Может быть, именно сегодня тот самый волшебный день. Тема сегодняшнего эфира – защита инвестиций за рубежом. У меня в гостях Анатолий Лейрих, предприниматель, член Генерального совета деловой России. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Итак, уважаемые друзья, давайте сразу начнем нашу беседу. Защита инвестиций за рубежом. Я надеюсь, примерно все представляют, что такое инвестиции. Ну, может быть, не все, но представляют, что какие-то эти инвестиции отправляются за рубеж. И вопрос логичный – от чего они должны быть защищены, эти самые инвестиции? От чего? Ну, вы знаете, многие страны, и Россия сегодня тоже пытаются привлечь свои инвестиции зарубежные, потому что это как бы новый взгляд, свежая кровь, какой-то нестандартный подход. Ну, и потом, прежде всего, нет, прежде всего, это деньги. Но я бы, вы знаете, вот вы правильно, так сказать, начали разговор вообще, так сказать, о причинах, почему надо защищать. И очень часто в обществе это вызывает иной вопрос, да? Очень часто у нас муссируется вопрос вывоза капитала из страны, утечки капитала, что капитал уходит из России, что вот надо бы инвестировать здесь, а его вывозят за рубеж. И очень многие люди, граждане страны, которые вот сейчас являются радиослушателем, а потом они могут быть и телезрителями, вот они задаются простым вопросом. А почему вообще нужно защищать тех людей, которые вывозят из страны свои капиталы, которые, так сказать, вроде бы, так сказать, пренебрегают экономикой России, да, в угоду, так сказать, экономике других стран. И вот здесь, мне кажется, это очень важно для нашего разговора, потому что все, что в дальнейшем мы будем с вами обсуждать, но если мы неправильно дадим посыл, то у нас будут и неправильные выводы. Поэтому я бы хотел вот здесь, так сказать, отталкиваясь от ваших вот этого замечания, немножко пояснить, если вы не возражаете, да? Для чего нужно инвестировать за границей? Это с точки зрения той страны, которая инвестирует. Вы знаете, и радиослушатели знают, что состояние нашей экономики, оно, значит, мягко говоря, неудовлетворительное, да, сырьевая направленность, зависимость от доходов от нефти и газа, ставит ее, в общем, в сложное положение во многих вопросах. Положение промышленности, оно во многих трасслях такое плохое, вы знаете, исчезли некоторые отрасли машиностроения. У нас нет станкостроения сегодня, нет машиностроения пищевой промышленности, нет разноэлектротехнической промышленности, электронной промышленности и так далее, и так далее, и так далее. Это мы сравниваем с Советским Союзом? Это мы сравниваем, да, с тем уровнем, который мы имели тогда, когда 20 лет назад. Вот. И такая страна, как Россия, которая считает себя, так сказать, она не только считает, вернее, она и есть входит в состав великих стран, да, мы являемся членом Совета Безопасности, организации объединенных наций, это страна, это великая держава, статус нашей страны, и не иметь полноценной промышленности, самодостаточной промышленности нам непозволительно. И сегодня вы знаете, что вот все планы правительства... Ну, то есть не по статусу, да, получается так, что мы великая держава не потому, что у нас есть машиностроение вот такого величины, или наоборот, у нас нет, мы не поэтому великая держава все же, наверное, да? Нет, почему? Вы знаете, вот очень интересно, что если сравнить крупнейшие экономики мира, да, список их взять в список, то он полностью совпадет со списком крупнейших стран, имеющих крупную автомобильную промышленность. То есть те страны, где развита промышленность, они же являются лидерами мировой экономики. Можно причинно-следственную связь здесь провести? Ну, конечно, потому что автомобильная промышленность, это такая коренная промышленность в любой стране, она дает миллионы рабочих мест, а один рабочий на конвейере автомобильного завода дает 12-15 рабочих мест в других отраслях. И то, что, допустим, если сравнить с авиацией, то, что в авиации штуки, то в автомобильной промышленности миллионы. То есть любой поставщик, скажем, каких-то деталей на самолет, он может делать там 500-600, да, единицы, это у него хороший заказ. А если он поставляет на автомобильный завод, он будет производить миллионы штук каждого изделия, сколько у него их будет. Поэтому вот задается такой вопрос, для чего российские компании сегодня инвестируют за рубежом? Ну, причины разные. Причины разные. Значит, есть причины, когда просто они не находят применения здесь в стране, да, и есть причина очень важная и нужная для страны тогда, когда компании российские идут за рубеж, чтобы приобрести там существующую компанию. Существующую компанию, имеющую центр разработки, имеющую заделы научно-исследовательских, опытно-конструкческих работ, то есть конструкции, современные продукты, имеющие дистрибьюторскую сеть в этих странах. Компании, которые имеют опыт и технологию коммерциализации научных разработок. Ведь мало изобрести какое-то изделие, надо же его поставить на производство, чтобы оно производилось по самой низкой и конкурентной цене. Только тогда вы будете хорошо стоять на рынке, тогда вы будете продавать. И поэтому потребность российских компаний, желающих освоить производство современной, инновационной, сложной технической продукции, пойти в другие страны, развитые, прежде всего, страны, не в отсталые страны, да, приобрести там действующие компании, усилить эти компании, получить доступ к технологиям, получить доступ, кстати сказать, и к финансовым источникам. Это тоже интересно, поскольку у нас стоимость финансов, она крайне высокая сегодня. И потом, имея все это в своем распоряжении, в своей собственности, перенести это производство, вернее не перенести, а создать дополнительной мощностью в России массовое производство этой продукции по современным технологиям, в современных сооружениях. Таким образом, чтобы тогда на самом деле использовать наше конкурентное преимущество по стоимости энергоносителей и рабочей силе, вот это и есть главная задача. То есть мы можем сами годами изобретать здесь, и не имея вот этого опыта, очень трудно и долго это все достигать, а мы можем пойти за границу, купить готовую школу, школу подготовки кадров, через которую могут пройти наши специалисты из России, да, и вернуться в Россию. И это будет быстрый и короткий путь. Это самое главное. Правильно я понимаю, мы начали с того, что пытались вектор задать. Зачем нужно защищать тех нерадивых наших соотечественников, которые несут свои деньги за рубеж, вместо того, чтобы сюда вкладываться. Оказалось, что они не такие уж и нерадивые, наоборот, они дальнозоркие. Потому что они рассуждают как. У меня есть деньги, у меня есть желание, я хотел бы вот эти деньги инвестировать. Но здесь я не знаю куда. Или знаю, но это мне принесет долгие годы мучений. И прибыль будет через 10, 10, 20, 30, 50 лет. И большого количества сложностей. Понимаете, мы же, так сказать, сейчас просто, наверное, у нас времени с вами не хватит в этом эфире перечислить все сложности ведения бизнеса у нас. Я вам скажу, Анатолий, учитывая, что мы ежедневно встречаемся с кем-то из представителей бизнеса в этой студии, то есть, как правило, у нас аудитория подготовлена. Потому что сложности, по большому счету, они в одних и тех же, так сказать. Поэтому, знаете, подводя черту под этим первым вопросом, я бы хотел сказать и обратить внимание всех слушателей, что движение наших компаний за рубеж, инвестиции наших компаний в высокотехнологические отрасли этих стран, это благо для нашей страны, потому что не может быть такой ситуации, когда русский человек приобрел какую-то долю или, так сказать, целиком компанию за рубежом, и он не думал бы о российском рынке, о самом большом, самом таком потенциальном растущем рынке. То есть, он не думал не потому, что все-таки он до глубины души русский, он патриот. Он знает все возможности. Да, да, да. А он просто с точки зрения бизнесмена. Конечно, конечно. Если я владел некими вот механизмами, я купил предприятие за рубежом, то рынок сбыт, это вот он, это моя родная, любимая Россия. Конечно. Представьте себе, что вы собрались идти на какой-то внешний рынок, чтобы там что-то продавать или, так сказать, что-то делать. Вы же очень много, так сказать, как бы воображением постигаете. Вы же не все можете понять и изучить. То есть, вы там тоже сложности какие-то получите, тоже трудности будут. А здесь вы знаете все. И самое главное, вы знаете, что не нужно здесь сделать, да, вот ни при каких условиях. Это самое большое знание. То есть, можно сказать, что вот у подобного, да, инвестора, нашего соотечественного, у него есть некое конкурентное преимущество. Есть, да. А кто вы, наживите Кипр, занимает первое место по инвестициям? А кто такой Кипр, да? Как его фамилия? Фамилия его... Фамилия Россия, наверное. Да, фамилия его Россия. Кипр-Россия. Замечательно, замечательно. Ну что ж, по крайней мере, вектор ясен уже, да, и мы сейчас будем говорить о том, зачем уже нужны защиты инвестиций за рубежом. По крайней мере, понимая, да, основную идею, что те наши соотечественники, которые инвестируют за рубежом, на благо это делают. На благо собственного бизнеса, но и России в целом. Так вот, все-таки вопрос следующий. А от чего, Анатолий, надо защищать эти самые инвестиции? Вы знаете, вот в любой самой демократической стране присутствуют всегда какие-то вот такие национальные, корпоративные... Страновые риски. Да. Ну да, обычаи, я бы так сказал. Если не законы, то обычаи. И поэтому в каждой стране, значит, по-разному, да, есть различные страны, есть страны, так сказать, очень открытые. Но поверьте мне, что и в Соединенных Штатах Америки иностранные инвесторы могут испытывать проблемы, когда, тем более, они входят, допустим, в конкуренцию с уже устоявшимися американскими компаниями. И в европейских странах Евросоюза мы сейчас будем только, давайте говорить не про, так сказать, отсталые в развитии страны, а будем рассматривать только передовые страны. Вот с точки зрения вот того вектора, да, того вектора, который мы сказали. Поэтому везде все по-разному. Но, конечно, конечно, значит, я уже вот из этого вопроса начинался, говорил, что во многих странах существует система поощрения инвестиций, привлечения, и правительство этих стран, они как раз оказывают помощь. Существуют межгосударственные соглашения, которые защищают инвестиции взаимно. Одна страна и другая страна, подписывающая такое соглашение, берут на себя обязательство помогать. Анатолий, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ.Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира – защита инвестиций за рубежом. И сегодня в гостях Анатолий Лерих, предприниматель и член Генерального совета деловой России. Еще раз добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Итак, давайте продолжим, собственно, до новостей. Я говорил, да, о том, что существует... В 1959 году было заключено первое соглашение взаимно-защиты инвестиций. И с тех пор, с тех пор практически все страны, в особенности страны развитые, это прежде всего страны Америки, Европы, восточные страны, такие как Япония, Корея, они обменялись подобными соглашениями, потому что как бы в основе этого соглашения лежит то, о чем мы с вами уже говорили. Вот если страна приглашает себе инвестора, она понимает, что он идет в чуждую ему среду, со своими обычаями, укладами, привычками, и для него неизвестных больше, чем для национального предпринимателя, для национального промышленника. И поэтому государства говорят, в этих соглашениях, как бы они говорят о том, что они будут, ну, лояльны ему, да, то есть они не будут его за неправильный переход улицы, значит... Лишать его же инвестиций. Лишать его же инвестиций, что, так сказать, понятно, что существуют криминальные какие-то действия, да, которые бывают в среде... Ну, это вне правового футболе, наверное. В среде бизнеса. А бывает, когда, вот, входят в, так сказать, в новую среду, в чуждую среду, и тогда друг другу помогают. Значит, такие соглашения существуют, они довольно-таки эффективно работают, у России тоже есть много таких соглашений, но есть страны, с которыми таких соглашений нет. И они... Это получилось исторически, есть несколько стран, вот из бывшего лагеря социализма, в частности, Польши, с которой не существует соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией... Анатолий, вопрос у меня сразу. А всегда ли эти соглашения двусторонние? Потому что я логически предполагаю, что если я даю разрешение, ну, или подписываю соглашение для того, чтобы благоприятствовать инвестициям ваших граждан, то мне бы хотелось оловерды такое, чтобы... Эти соглашения всегда двусторонние. Они так и называются, BIT, Bilateral Investment Treaty. То есть это всегда двусторонние соглашения. Существует еще другая вещь. В каждой стране есть свое инвестиционное законодательство, связанное с поддержкой инвестиций, и каждая страна, а сегодня особенно в условиях кризиса, я просто сегодня изучаю, так сказать, различные возможности, в том числе в европейских странах, какие существуют системы поддержки иностранных инвестиций, вот чем заманивают сегодня. Очень широко используют... Слово заманивают актуально сейчас? Да. Сейчас актуально, да? Да, да, да. Именно заманивают. Да, да. Вот, например, Германия. Это очень разная страна, вы знаете, да? И даже в период кризиса сегодня она выглядит лучше других. Она не то что, так сказать, снизила, она увеличила объем производства. Сегодня практически многие немецкие предприятия работают две смены, что сегодня было раньше, и сегодня самый низкий уровень безработицы, но, вы знаете, что... Это мы говорим о евро. Да, о еврозоне, да. И тем не менее, тем не менее, Германия для развития отдельных территорий, прежде всего, приграничных территорий с соседними странами, потому что они всегда страдают, как бы, этим сквозняком дешевой рабочей силы, как бы, товаров под потоком неконтролируемые. И для развития своих восточных земель, которые до сих пор еще называются восточными, слияние, как бы, в умах еще не произошло, очень серьезные используются меры поддержки, в том числе и субсидирование. Субсидирование – это, так сказать, подарок, да, это бонус инвестору за то, что инвестор что-то сделал. Но вот это единственное, что при этом они используют механизм такого результативного субсидирования, то есть в том случае, когда у вас есть результат, да, вы, например, взялись строить какой-то завод, пожалуйста, какая-то восточная земля может вас профинансировать до 50%, софинансировать с вами в проект, но при этом, при этом данные деньги будут вам, как бы, подарены только через 10 лет существования данного предприятия. То есть вы должны доказать, что вы... То есть по факту все-таки я это дело поднимаю на свои идеи? Нет, они вот в Германии в данном случае, это... Вы можете эти деньги получить, но это будет долгом вашей компании. Этот долг будет списан... Только в том случае, если задача решается. Да, если вы реализуете. Ну, как бы здесь логика простая, вы знаете, не было ничего, да? Да, абсолютно верно. Не было ничего на этом месте, не было источника налогов, да? Появилось это предприятие, оно стало платить налоги. Как правило, вот эти все цифры, они очень хорошо рассчитываются. Как правило, если посчитать, и вот в данном случае тоже, то окажется, что вот эта субсидия, она окажется меньше, чем налоговые платежи этой компании за 10 лет. То есть, прямая выгода. Поэтому получается, что, значит, математика, даже арифметика здесь очень простая, да? Пообещать людям из того, что они заработают, и, значит, через определенный срок им, так сказать, права на эти инвестиции передать. Существуют системы поддержки, которые связаны, например, с представлением гарантии, что инвестиции будут компенсированы, да? Тогда такое существует, существовало, сейчас немножко с тем поменялось. В Польше, когда там создавались региональные фонды развития, эти региональные фонды представляли гарантию компенсации инвестиций. Тоже довольно в больших размерах, и примерно до 50%, особенно для промышленного производства, для научно-технических исследований. И в этом случае вот эта гарантия, она была безотзывная, и тоже там было только одно условие, связанное с тем, что вы реализуете проект. И смысл этой гарантии, он состоял в том, опять же, вот, ну, экономически, это вот эта математика, да, что налогов вы заплатите уже больше к тому же времени. А такой, как бы, предпринимательский он заключал в следующем, что, ну, вот вы талантливый человек, да, вот вы, мы вам дали, так сказать, такую гарантию, вы ее получили, реализовали, вы построили один завод, вот вам еще деньги, пойдите построите второй. Да, у вас там хорошо получается. Да, то есть вас, как бы, так сказать, стимулируют, стимулируют и направляют. Сегодня там немножко поменялось, схема, она тоже стала интересной, сейчас они занялись, как бы, развитием в Польше отраслей, они теперь эти отрасли называют кластерами, да, раньше это... Это умное слово, у нас, кстати, тоже уже многие вещи называются кластерами. Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что вот сейчас от новых слов отойдут к старым. Дорожную карту будут называть план-график, да? Это логично, а вот, кстати, в одной из программ были представители московской администрации, и мы искали аналог, замену слова кластер, и не нашли его. Это, я вам могу сказать, это сектора отраслей или подотрасль, кластер. Кластер, вот, если... Ведь у нас кластер сегодня рассматривают как... Как географическое. Как географическое пятно такое, да, вот берут, какую территорию развивают. На самом деле, на самом деле в Европе понятие кластера – это объединенные просто технологические, да, и они могут находиться в одной стране, в нескольких странах, но это все кластер, да. Вот, допустим, авиационный кластер, если там существует в Европе, да, то он связан со многими-многими странами, поставщиками компонентов, систем, и все это называется кластер. То есть, ну, по-нашему, по-старому, да, это, ну, как минимум подотрасль какая-то. Дотрасль. Да, или сектор. Ну, не сильно, честно говоря, упростило, да, восприятие слуховое. Кластер, подотрас, бог с ними, ладно, с кластерами. Давайте вернемся. Значит, мы, собственно, говорим о защите инвестиций, и в чем эта защита еще может проявляться? Ну, вы знаете, вот, российские инвестиции, они, мы, наверное, будем про них говорить, правильно, да? Я думаю, что это да. Мы немножко коснулись там мировой практики, есть еще очень много, есть в Америке, я мог бы рассказать, какие там системы поддержки. Но я думаю, что вот нужно поговорить вот именно про то, что нас волнует, да, вот как это отражается на российских компаниях. Я сказал, что они работают по-разному в разных странах, вот, и количество российских инвесторов разное. На самом деле, точного количества российских инвесторов не знает никто. Это хорошо или плохо? Это показывает степень доверия российских инвесторов к нашим внешнеполитическим и внешнеэкономическим органам, да? Значит, они в большинстве случаев не рассчитывают на их помощь и, так сказать, не видят... Действуют в самостоятельности. Да, действуют на свой страх и риск. Значит, где-то это приводит к успеху. Вот в Германии, я знаю, что примерно около 6 тысяч существует разного калибра и масштаба проектов. Значит, в Чехии существует порядок... Это официально только, да? Ну, это... есть такие данные. Я по Чехии, я, так сказать, видел просто этот список. Но это список только по машиностроению. Это несколько десятков, и, скорее всего, я думаю, что где-то между 100 и Думе 100, да, таких инвесторов заметных. А есть страны, где наших инвесторов нет вообще. Вот, кстати, мы... А вообще ли это страны какого-то третьего мира? Нет, 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 нет. Мы говорим сейчас только... Мы же договорились, что мы говорим только про разные страны. В некоторых развитых странах наших инвесторов нет вообще. Вот у нас сложная ситуация в Польше. В Польше вот я приводил... А Польша развитая страна все-таки? Польша сделала очень большие успехи в экономике, и я должен сказать, что я хорошо просто Польшу знаю. Я являюсь представителем делового совета по сотрудничеству с Польшей при торгово-промышленной палате. Это общественная моя такая нагрузка. Я часто бываю в этой стране, но у меня был бизнес в этой стране, поэтому я досконально знаю ситуацию в Польше и общаюсь с широким кругом правительственных чиновников, ответственных за это. Значит, там Польша очень сильно прогрессирует, причем польский опыт нам очень интересен. Почему? Потому что Польша точно так же, как и мы сегодня, от экономики плановой перешла к экономике рыночной, пройдя страшный упадок и разрушение промышленности, который был в 90-е годы. Вы помните, что очень много фальсификата различного делалось в Польше, да? Да. Что через Польшу все люди, кто покупали машины, они не могли проехать так, чтобы их там три раза не заплатить кому-то, да? То есть, это была в 90-е годы, это была страна небезопасная для ведения бизнеса. И, так сказать, у них было наибольшее потребление алкоголя на душу населения. Польша держала первое место. Не мы, мы, так сказать. Но... Это связано, да, вот с тем, что менялась жизнь, да, менялся вклад. Менялась жизнь. Конечно, вы понимаете ведь, что такое разрушение идеалов, идеологических, да? Причем неважно, да, насколько они были правдивыми или лживыми, только со временем мы узнаем. Да, да, да. То есть, люди жили вот в некой парадигме, в неком сейчас. А потом все это разваливалось. А потом все это рухнуло, да. И вместо этого, как правило, ничего ведь сразу не предлагают. Нет, нет, нет. Предлагают такое, что не работает. Вы знаете, мне один мой, так сказать, польский друг, руководитель крупной строительной компании, сказал следующую вещь. Ты знаешь, говорит, пока в 90-х годах мы пытались выдумать и, так сказать, высосать из пальца какие-то псевдорыночные инструменты, какие-то, значит, там, биржи, чего не пойми, да. Значит, какие-то вот новые слова, которые мы что-то хотели обозвать и обозначить, у нас ничего в экономике не получалось. Как только мы поняли, что нужно восстанавливать промышленность, как только мы занялись промышленным производством, да. Ну, промышленность, вы знаете, она имеет другое название, это называется базовые отрасли промышленности. То есть, основные. Почему базовые? Потому что, если они существуют, они тут же создают вокруг себя большое количество поставщиков и компаний, которые их обслуживают и, так сказать, дают работу многим-многим-многим. И тогда, говорит, у нас там все стало получаться. Еще раз прошу прощения, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем защиту инвестиций за рубежом. И у меня в гостях Анатолий Лерих, предприниматель и член Генерального Совета Деловой России. Ну и, собственно, все, что рассказывает сегодня Анатолий, это рассказ изнутри. Потому что Анатолий председатель Совета Директоров Ряда Российских совместных и зарубежных компаний, производящих машиностроительную продукцию. То есть я правильно понимаю, да, Анатолий, что вы действительно все это дело руками потрогали? Да. Из чьих-то слов вы все это рассказываете. Я и потрогал, и продолжаю, так сказать, искать такие возможности для того, чтобы, инвестируя за рубежом, приобретать такие технологии и такие продукты, которые были бы потом полезны для локализации их производства в нашей стране, для того, чтобы здесь, где мы, так сказать, знаем все, да? Ну, нам хотелось бы в это время, конечно. Хотя жизнь подсказывает, что даже мы всего не знаем, ну и, наверное, невозможно. Вы знаете, вот, Олег, вот, я даже не осуждаю тех людей, да, которые, например, сегодня не видят возможности, например, которые инвестировали за рубежом, да, и сегодня не видят возможности, как бы, организации на основе этой инвестиции, каких-то производств в России. Потому что я это положение рассматриваю пока. Вот я всегда добавляю пока. Вот эти люди пока не видят. Но на самом деле это наш потенциал. Потому что чем больше наших людей будет работать за рубежом, чем больше наших людей будут иметь такие возможности, да, вот, владеть предприятиями, там, научными центрами, компаниями, то в тот момент, когда у нас обстановка станет действительно привлекательной, когда со 120-го места по климату, бизнес-климату в мире мы переместимся на 20-е, о чем... О чем говорят сегодня и президент, и премьер-министр, вот тогда, тогда выстроят вот эти вот чеховские ружья, да, вот те наши, так сказать, с вами соотечественники, которые сегодня пока еще не видят возможности, так сказать, организации таких производств. Это наш потенциал. Я понял, Анатолий, но я предположу, что ведь со многими людьми, о которых сейчас идет речь, вы знакомы лично. Потому что иначе, точнее, да, мне, вот, честно говоря, ваши слова несколько, я бы сказал так, они прозвучали несколько наивно. Да, извините уж, я не хочу никого обидеть. Ну, то есть, вот, опять речь идет о том, да, что никто, никто, я его не знаю, инвестирует за рубеж. Благородная у него задача, да, то есть взять там бизнес, готовый бизнес уже, который принесет, даст ему возможность потом этот бизнес каким-то образом реинвестировать, вернуть в Россию и здесь поднимать. Главное, получить кадры, главное получить технологию, главное получить систему коммерциализации, да, производства высокотехнологической продукции, ну, и финансы, наверное. Ну, вот я веду к тому, что действительно у всех, или как минимум у большинства тех, кто инвестирует за рубеж, вот такие благие намерения. Ну, вот я как раз сделал эту оговорку, да, она вам наивной показалась, или я вот не понял, что показалась вам наивной, я, так сказать, вежливый человек. Слава Богу, да, вы могли бы мне ответить, да? Да, поэтому... То есть говорим мы только исключительно о них. Вы знаете, я как раз хотел сказать, что вот, ведь, вот смотрите, есть какой-то предприниматель в России, да, у него есть производство, да, оно, допустим, выросло из какого-то старого, там, советского завода, с какими-то своими традициями, которые имеют все проблемы таких предприятий, ну, не бывает идеального случая. Требуется и техническое перевооружение, требуются и новые технологии, и новые продукты, и больше денег хотелось бы в НЕОКР тратить, и кадры более, так сказать, квалифицированные, и самое главное, школа нужна, да, вот это подготовки кадров. Конечно, человеку, имеющее такое предприятие, конечно, ему очень хорошо было бы найти похожее по профилю, да, за рубежом, приобрести это предприятие, развить его, превратить его в школу своих кадров российских, которые будут проходить и возвращаться обратно, с тем, чтобы потом вот модернизировать свой завод, перестроить его или новый вообще построить на новой площадке. Это один вариант. Это понятно, мы про него уже немножко говорили. Но есть другой вариант, есть вариант такой, когда человек имел опыт работы здесь, да, может быть, он имел в какой-то иной отрасли и приобрел предприятие за рубежом, не совпадающие с его прежней деятельностью, или, может быть, он имел здесь неуспех, и не всегда можно человека за это винить, потому что, вы знаете, по статистике у нас в течение, так сказать, последних трех-четырех лет закрылось больше предприятий, чем в любые 3-4 года 90-х годов. Просто уже предприятия, они уже подошли к, так сказать, к полному своему износу. И поделать здесь ничего нельзя, ведь вот техническое перевооружение, да, как говорилось по-старому, а сегодня говорят инвестиции, инвестиции, да, это непрерывные процессы, это должно быть постоянно и каждый день. Если средств на это нет, то вот происходят такие вещи. Этот человек, этот человек, да, может быть, в поисках того, вот, первого варианта, как бы сохранить свой завод здесь, он не смог этого сделать и вообще ушел туда. И теперь он работает за рубежом, и он там живет за рубежом. Плохо это для нашей страны или неплохо? Я вот как раз до перерыва сказал, что я считаю, и это неплохо. И это неплохо. Потому что это наш потенциал, это тот самый человек, да, который не может, ни один человек не может забыть свое прошлое. И если ситуация в России станет такой, когда он увидит, что он может сюда вернуться, а это зависит от наших руководителей, государства нашего, да, это их обязанность. Вот для этого мы их избрали. Значит, если он это увидит, и он тогда не сможет не пойти. И он человек, знающий внутреннюю ситуацию, человек, знающий рынок, человек, понимающий нашу страну, он не сможет не прийти, и большинство из этих людей, конечно же, вернутся. Не возражаю, не возражаю, это очевидно, по крайней мере, да. То есть теперь все дело в том, насколько быстро, насколько убедительно, да, мы сможем изменить вот эту ситуацию в стране, ну, с помощью, видимо, или там при непосредственной инициативе наших руководителей, чтобы создать этот самый, да, климат инвестиционный, так называемый. Ну, не только руководители, вот, я представляю деловую Россию, и деловая Россия, как и РСПП, как и опора России, как и торгово-промышленная палата. Это общественные организации, объединяющие предпринимателей, и предприниматели, не дожидаясь того, пока вот руководители страны, когда они, так сказать, сами догадаются, они выходят со своими предложениями, и мы выходим со своими предложениями, и это, так сказать, предложения, связанные именно как раз с развитием перерабатывающих отраслей, то есть тех базовых отраслей, о которых мы с вами говорили. Поэтому здесь, конечно же, конечно, это дело вот из союзов предпринимателей, но каждый предприниматель в отдельности, он выстраивает, как бы, свою программу, свой бизнес уже сообразно и интересам своим, и сообразно своим возможностям, и, так сказать, какой-то своей стратегии. Причем, я вам должен сказать, что интересы, у нас образ предпринимателя, он такой в нашей стране, знаете, ну, я... Двояки, да, мягко говоря? Ну, я думаю, слушатели вашей радиостанции, у них однозначно положительные, да? Безусловно. Однозначно положительные. Если говорить о неком обывательском, да? О обывательском, да, значит, и более того, что власть очень часто, она срывается, как бы, на обвинения предпринимателей, когда случаются какие-то крайние ситуации, да, вот. Ну, это легкий, так сказать, очень способ, да, перевести стрелки, да, на кого-то, значит, и... но мне кажется, что это недостойно власти, и власть должна больше на себе нести ответственности, вот. А у нас сегодня получается в стране так, что от... Все больше и больше бизнеса, успешного бизнеса, да, связано с выполнением государственного заказа. Понимаете, вот государственный бюджет все больше и больше денег платит компаниям за, там, за обеспечение нужд армии, там, военно-промышленного комплекса, МЧС, Министерство социального развития. То есть, по сути, то, что раньше при советской власти, да, это просто занималось само государство этим, правильно? Да, ну, государство это всем занималось, но дело все в том, что здесь, безусловно, это все нужно делать в каждом государстве, это есть и это нужно, это импортозамещение, иначе бы надо было покупать, но с экономической точки зрения, вот этот сектор экономики, да, который существует за счет бюджетных средств, он ничего, бюджет не приносит, нет, он не то, что неэффективен, он не приносит в бюджет ничего, ведь это же, ведь как оно работает, собрали налоги, да, из налогов заплатили вам, вашему предприятию, которое выпускает, ну, допустим, оборонный заказ, да, вы из этой же суммы отдали налог, да, то есть из налога налог вы как бы вернули, да, то есть это переваренные деньги, деньги внутри, так сказать, организма, а страну кормят деньги, заработанные на свободном рынке, вот нефть и газ у нас зарабатываются на свободном рынке, и это наполняет бюджет, но, к сожалению, отрасли иные, да, допустим, машиностроительные, они, так сказать, слабо присутствуют, или не присутствуют вообще, а если бы это было не так, тогда бы у нас была везде российская техника, да, мы бы видели ее на дорогах, мы бы видели эти товары на полках магазинов, но положение, оно совершенно обратное. Возвращаясь к, ну, если не к способам решения этой проблемы, то, по крайней мере, каким-то направлением решения, это политическая воля должна быть, или все-таки как-то иначе это решается? Ну, я имею в виду то, что мы могли говорить, да, что у нас львиную долю не государственный заказ решает, а у нас есть частный бизнес, у нас свободный рынок и так далее. Нет, безусловно, это правильные показатели должны быть, вы понимаете, вот, ведь важно не количество контрактов в суммарном выражении, там, и в деньгах, а важно соотношение, вот, какая часть экономики работает на бюджетные средства, и какая часть экономики работает на рынок. И та, которая работает на рынок, она должна быть многократно больше, чем та, которая работает на бюджет. Тогда страна устойчивая, тогда она нормальная, тогда она может себе это позволить. А когда она только-только туда все перекачивает, да, то еще постоянно поднимают социальные выплаты, подрывая конкурентно способность компаний, работающих на рынке по заработной плате, ведь сегодня многие предприниматели, производящие продукцию для свободного рынка, они не могут конкурировать по зарплате с госкорпорациями. Они не могут с бюджетниками, да еще им постоянно обещают повышение зарплаты. То есть элементарно сейчас, да, то есть народ как рассуждает. Или очень часто раньше, да, ну, может быть, в конце 90-х, в начале 2000-х, у молодежи интересовались, какую профессию ты хотел бы выбрать, да. Я помню тогда, очень многие хотели быть юристами, да, там, я не знаю, ну, бизнесменами как минимум, юристами, экономистами и так далее. А сейчас вот показывают эти самые соцопросы, все хотят в госструктуру какую-то устроиться. Ну, это дети у нас всегда, знаете, они в 90-х рикетирами были и путанами, а потом они хотели быть налоговыми спекторами, да, а теперь они хотят быть в чиновников. В чиновники, да, потому что, ну, наверное, в этом тоже есть логика. Ну, я еще, знаете, другую вещь скажу. Я вот, когда я учился в школе, у нас многие ребята, которые не хотели и не планировали продолжать, как бы, обучение в высшей школе, они хотели идти в армию. Вот, не экономика, не защита инвестиций, да, они хотели идти в армию. Да, они хотели идти в армию, они считали, что это... Сейчас, по-моему, даже... Что это будет такой, как бы, знаете, мобилизующий период жизни, после которого они вернут человек до армии и после армии. Ну, ведь это так и было. Так и было, да. То есть человек после армии, это абсолютно организованный человек. Это другой человек, да. Ему можно было доверить исполнение, там, все. Не хочется, говорит, банальности, но, тем не менее, очевидно было, да, что мальчик становится мужчиной, где в армии он становится мужчиной, потому что, как минимум, два года срочной службы, да, или кому повезло, три года срочной службы. Кому повезло, в морфлот, да. Вот именно, да. Они действительно эту метаморфозу смогли бы сделать. А сейчас, по-моему, сейчас в качестве альтернативы никто службу в армии-то и не рассматривает. Ну, вот опять, если говорить, да, кем ты хочешь стать. Дети не играют. Дети не играют. Не играют, да. В призывников. Увы, к сожалению. Так, ну что ж, мы давайте продолжим наш разговор и вернемся непосредственно к теме защиты инвестиций за рубежом. Я знаю, что вы, Анатолий, общественный омбудсмен, такое слово иностранное, может быть, требующий перевода, сначала буквального. Это шведское слово представитель. Это, да, есть такое название, но официально, вы знаете, что создана была летом прошлого года служба уполномоченного по правам предпринимателей. Ее возглавляет Борис Юрьевич Титов. Человек, который... Анатолий, простите, я еще раз вас перебью ненадолго. Мы новости послушаем, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, последняя часть нашего эфира «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о защите инвестиций за рубежом. Напомню, сегодня в студии Анатолий Лерих, предприниматель и член Генерального совета деловой России. Помимо этого, как выяснилось буквально до новостей, Анатолий еще и общественный омбудсмен, то есть защитник, правильно? Представитель? Представитель. Представитель. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Значит, вот я начал говорить, что была образована эта служба при президенте Российской Федерации. Возглавил ее Борис Юрьевич Титов. Я знаю этого человека давно по деловой России. Вы знаете, он вообще-то омбудсменом был тогда еще, когда омбудсменов не было. Он как председатель деловой России очень много уделял вообще внимания и защите интересов предпринимателей. И тогда люди попадали в тюрьмы. И тогда он, не имея никаких прав, он, так сказать, помогал им выходить оттуда и, так сказать, защищал. Никаким авторитетом своим личным. Да, да, да. Сейчас есть, я так понимаю... Настойчивостью. Настойчивостью. Потому что, так сказать, тот, кто не опускает руки, тот достигает результата. Не всегда, но чаще, чем те, кто не проявляет настойчивости. Поэтому я считаю, это очень удачное назначение. И вот я... Наверное, есть люди и, так сказать, тоже, может быть, в какой-то степени достойны. Но я считаю, что это, на мой взгляд, одно из таких очень правильных решений. Этому человеку можно доверить. И многие люди сегодня доверяют своей проблеме. И, так сказать, совершенно справедливо. Значит, я... Вот Борис Юрьевич меня пригласил. Я являюсь официально, называется, помощник. И там еще как-то вот общественный омбудсмен. Ну, неважно. Я запомнить пока сейчас сам не могу. Закон в мае должен быть принят. Сейчас второе чтение прошло. Вот. Работа у меня интересная. Вот по этой линии она связана с защитой... Ну, это общественная работа, да? Общественная работа. Общественная. Я денег не получаю. Я... Значит, пригласил меня Борис Юрьевич на эту работу, потому что я, ну, как бы, так сказать, прошел Крым дым, да. И в своей предпринимательской практике я, так сказать, знаю, что такое зарубежная инвестиция. И что может случиться с человеком. То есть защитник должен быть в материале прежде всего. Конечно. То есть я не воображением постигаю. Я знаю, так сказать, многие приемы, они, в общем, так сказать, копируются, да, когда вас не хотят. И вот здесь мы, наверное, с вами, может быть, к самой такой интересной теме подходим. Вот хотят нас или не хотят. Вы знаете, вот, я не очень люблю, когда наши представители нашего государства там говорят о двойных стандартах, да. Мне кажется, это вот... Может быть, они и есть, но не надо про них говорить, потому что, как бы, накликивают беду какую-то. Беду, да. Беду какую-то, да. Вот. Но тем не менее, тем не менее, конечно же, конечно же, значит, имея в виду прошлое России, да, и даже не только с советского периода, а вообще, да, когда Россия там при Александре Третьем ни одна пушка не стреляла в Европе, да. Значит, имея, так сказать, в виду вот это, так сказать, значение России и для Европы, и для мира, несмотря на то, что там многие считают, что Россия сегодня в своем, значит, состоянии ослабленной промышленности, может быть, не является такой страной, как Советский Союз, например. Но тем не менее, тем не менее, многие двери, многие двери для наших инвесторов закрыты. То есть, многие хотели бы работать в отраслях. Именно потому, что наши, это россияне, да? Да, 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 да. Ты россиян. Да, потому что россияне. По этой причине очень многие инвестиции российские, они делаются, как бы, так сказать, двухходовые или там трехходовые, да, когда вы приходите в страну не от российской компании. Кстати сказать, законодательство наше, совсем недавно не позволяло российским компаниям, ну, я думаю, так примерно лет, наверное, 10 назад, это точно, но это относительно недавно, да, 10-8 лет назад. С точки зрения рынка, да, компаний не могли впрямую инвестировать, это было очень сложно. Легче было тогда инвестировать от физических лиц, это они делали от физических лиц, да. инвестиций, например, приходя в некоторые страны, там, где, с которыми не существует соглашение о взаимозащите инвестиций, конечно же, надо искать, делать компанию в такой стране, которая с этой страной имеет соглашение, тогда от лица этой компании входить. Но это вот просто как бы приемы, которые людям что-то гарантируют. Но, вы знаете, вот даже практика показывает, практика показывает, к сожалению, я немногие случаи могу назвать, почему, потому что, значит, они находятся как бы в производстве, и выдавать в эфир, так сказать, то, что не закончено, без согласия, без согласия людей, так сказать, такой тонкий вопрос, я не могу, я могу, я могу, например, там рассказать про себя, да, и это будет, так сказать, тоже не менее интересно, вот, но рассказывать про других пока это не кончено, это нельзя. Но практика показывает, опять же, вот мы имеем в виду только разные рынки, да, что и в этих странах бывают случаи разные, бывают и, так сказать, когда это линия государства, как в Польше, например, да, вот в Польше исключительная ситуация для страны-членов Европейского Союза, там полностью отсутствуют российские инвестиции. В Польше не работают российские инвесторы. Вот в Германии их тысячи, да, в Чехии их сотни, а в Польше не работают. Такого... Причина это... Причина кроется в... В историческом прошлом. ...политике. В политике. Вы знаете, вот если взять, открыть польские ресурсы, любые, электронные, или, так сказать, газеты, то, значит, тема России, она, в общем, освещается каждый день. Тема России, это очень такая важная тема для внутренней жизни Польши, и для внутренней политики Польши. Причем отвечается однозначно, да, и... Однозначно негативно. 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 Никогда хорошо и очень-очень редко. Я представляю так, ну, обычному, необычному, но какому-то поляку среди... Очень важно, да, сегодня как позавтракать, пообедать, так и вспомнить... Нет, нет. Вы знаете, вот вы здесь ошибаетесь. Вы здесь ошибаетесь, потому что это важно не среднему поляку, кстати, средней поляке, да, я проработал 4 года в Польше, так сказать, примерно находясь там три недели из четырех в месяц в Польше. Я вам скажу, у меня общение было разное, я не только как клиент в ресторане был, да, но я разговаривал просто с людьми во время работы, когда мы согласовывали там контракты, поставочные контракты, кооперационные контракты и так далее, и так далее. Я никогда не встретился, а я в Польше, с Польшей до сих пор, вот я завтра улетаю, ой, нет, извините, в четверг улетаю в Польшу, и ни разу я не встретился, например, с проявлением какой-то русофобии, да, вот, или такого неприятия со стороны народа, да, ну, как бы, так сказать, неважно, неважно кого, чиновники, да, вот, когда вы с ними встречаетесь по каким-то вопросам, или это простые люди, или это рабочие, инженеры, такого нет, но, значит, в Польше есть одна проблема, вот, вы знаете, вот, как бы, она не только в Польше, кстати, есть, но там, наверное, она самая яркая, вот, как бы, в период отхода от лагеря социализма, да, вот, выхода этого, нужна была какая-то самая идентификация, да, и вот, главной, наверное, в этом стала такая карта, вот, отказаться от России, начинать ее, вот, смелость была такая, да, вот, я теперь, раньше я не ругал, а теперь, а теперь я буду ругать, и вот, мне кажется, что, есть две социальные группы в Польше, это политики и масс-медиа, да, которые жить, вот, как бы, без этого не могут, политики, встав на эти рельсы, много лет, 20 лет назад, они никак не могут с этих рельсов сойти, вот, у них такая ситуация, понимаете, они думают, если не откажутся от антирусской тематики, вдруг они выборы проиграют, вот, кто будет рисковать, вот, это примерно такая ситуация, как у компаний, которые работают в черную, да, вот, не хочется в черную работать, уже, тем более, все давно уже, да, все, все хотят в белую работу, и те, кто работает в черную, тоже хотят в белую, но он думает, ну, я сейчас вот перейду в белую, тут-то я брошу, и все, и потеряю, а там еще найду, как оно там получится, да, как получится, не знаю, и вот у них примерно, вот, в политической сфере, внутри политической сферы Польши, у них что-то вот такое, они никак не могут сойти, и, вот, эта колея, она им не дает ни вправо, ни влево, а пресса польская, она, Россия дежурная тема, ну, тоже, так сказать, связана, конечно, с политикой, очень сильно, да, вот, но, тем не менее, Россия является дежурной темой, когда нет новостей, то жупел России просто снимается, с полки кладется, и так далее, и вот, и вот здесь, конечно, ситуация очень, такая напряженная, она стала, в этом году впервые, вот, попала в центр внимания, наших межгосударственных органов, это и межправительственная комиссия, значит, и российская сторона, в общем-то, заявила, так сказать, польской, об оценке своей, вот этого положения, как дискриминационного положения, это и комитет по стратегии сотрудничества России и Польши, который возглавляет, с одной стороны, наш министр иностранных дел, Сергей Лавров, и, значит, министр иностранных дел Польши, Сикорский, значит, все это было сказано об этом, и Государственная Дума в этом году рассматривала вопрос на комитете собственности по состоянию российских инвестиций в Польшу в ряду других зарубежных инвестиций, причем Польша там стояла в ряду таких стран, как Узбекистан, Индия, да, вот понимаете, немножко, так сказать, по порядку, наверное, развития, развития, уровни развития совсем не то, вот, ситуация действительно какая-то исключительная, значит, мы над этой ситуацией работаем, мы обобщили сегодня статистику крупных российских инвестиций в Польшу и пришли, так сказать, ну, к неутешительному, как бы, заключению, что и присутствует дискриминация, присутствует дискриминация именно российских компаний, значит, у нас собрано шесть таких крупных кейсов, связанных с недопущением, либо прекращением бизнеса российских компаний в Польше, принудительного прекращения, и здесь сегодня уже, просматривается юридический аспект этого вопроса, потому что, ну, как раз ведь служба обучсмена, это служба при президенте российской, это государственная служба, и государственная служба, она должна не только, как пожарная команда, лететь на какой-то пожар, да, но она должна анализировать и, так сказать, упреждать, упреждать своими действиями, и я вам должен сказать, что вот интересно сделана подборка торгпредством Российской Федерации в Польше в отношении, высказывания политических деятелей, например, министр имущества Польши, значит, отчитываясь перед сейвом, говорит, что ставит сейв в заслугу, то, что в период всего нахождения его на должности ни один российский инвестор не смог ничего в стране купить, вы понимаете? То есть я встал в груди и ни одного россияния не пропустил, вот так вот. Но я должен сказать, что... Это государственный чиновник, который должен заботиться прежде всего. Это министр, министр. И я, но при этом я хочу сказать, что Польша имеет очень большой опыт привлечения инвестиций в других стран. Польша является чемпионом по привлечению, является чемпионом по привлечению средств Евросоюза в экономику. Польша действительно единственная страна в период кризиса растущая, а все остальные страны, так сказать, упали. Да, вот при всем при этом, но вот политический мотив, он как бы преобладает. Преобладает. Вот невыгодность. Но при этом должен сказать, что польские компании работают в России очень широко. Это тысячи компаний, тысячи компаний, которые в разном формате присутствуют здесь, и имея свои предприятия, и имея свои представительства, и просто поставляют какие-то товары, поставляют на 7,5 миллиардов евро в год. Это очень большой объем. Это если вот суммировать с тем, сколько людей вовлечено в Польше, это я думаю, что порядка 4-5 процентов ВВП Польши составляет такой экспорт. Анатолий, к сожалению, времени у нас не остается, а тема достаточно интересная. И достаточно широкая. Может быть, даже мы через какое-то время с вами еще раз сможем встретиться в эфире. Я благодарю вас огромное, вам спасибо, что вы нашли сегодня время. Уважаемые слушатели, я напомню еще раз, в гостях был Анатолий Лерих, предприниматель, член Генерального совета деловой России. Обслужали мы защиту инвестиций за рубежом. Спасибо вам огромное за внимание. Всего хорошего. Спасибо, Олег. До свидания. Спасибо, до свидания.